Всем привет! Это рубрика инородное мнение, в которой я задаю людям всего один, тут не видно, там один палец, всего один вопрос, до который вы, кстати, тоже можете ответить в комментариях, и за самые оригинальные, веселые, креативные комментарии мы дадим 1000 рублей. С этого как раз и начнем. В прошлом выпуске мы расшифровывали имена людей, и по нашему мнению, именно этот комментарий показался самым веселым, самым креативным, и его авторы получают как раз косарь. Ну а в этом выпуске мы не случайно находимся на новогодней ярмарке, потому что отчасти вопрос тоже будет актуальный, и я буду подходить к людям и спрашивать, как бы они описали уходящий 2020 год всего одним словом. Как бы вы описали уходящий 2020 год одним словом? Жесть. Тоже на букву Ж. Другое слово, да. Прям вообще ничего позитивного не происходило в этом году? Я же свадебный фотограф, я пострадал. Я свадебный ведущий, брат. Я знаю, конечно. Давай рекламу сделаем, если что, заказывайте. Все, классная реклама? Все, спасибо. Все, найдете в аватарке. Как можно описать уходящий 2020 год всего одним словом? Можно не сдерживаться. Плохо. Плохо. Ну хоть что-то позитивное произошло в этом году? Никто не умер. Никто не умер. Это слава богу. Все, все, удачи вам, не умирайте. Как можно описать уходящий 2020 год одним словом? Ну я бы описала, любой год прекрасен, да, он с проблемами, но что делать? Надо это преодолеть. Это два слова. Два слова, да. Мирный все равно. Все равно мирный. Три слова. Уходи. И все. Одно слово. Ну что-то позитивное произошло в этом году. Вот чем вы можете похвастаться? Ремонт в квартире закончили. На карантине посидели недаром. Сколько там можно заказать, чтобы тоже ремонт сделали? Можем рекламу сделать вам, может быть, да? Не вопрос. Да, сколько примерно стоит там ремонт, как бы, там, обговорить? Вот это три метра. Ну тысяч десять, наверное. Это он столько с вас взял, да, за ремонт квартиры? Да. 2020 год одним словом. Судя по всему, типа, армия. Да, да, повестка, армия. Сложно служить? Честно, нет. Все так же соблюдается. Социальная дистанция в столовую. Также стоим в строю на расстоянии метро. Кстати, классно. Все, кто боятся в армию идти из-за того, что там якобы дедовщина, можно не бояться, там социальная дистанция, там никто не тронет. Ну и это тоже, да. Что-то позитивное у тебя произошло? Я сегодня в увольнение вышел. Первое увольнение за год? Да, да. Серьезно? Да. 24 часа, блин, ты должен все успеть сделать за эти 24 часа. Ты должен успеть стать папой, дедом, мамой. Не знаю, наверное, сейчас остров посмотрю, пофотографируюсь. Еще в планах есть сходить в музей Мирового океана. Блин, то есть так бессмысленно, да, проведешь увольнение? Ну, можно сказать так. Девушка у тебя есть? Есть. Шестой год вместе уже, там, к свадьбе дело идет, поэтому... В следующий год, может, это предложение? Ну, сразу после дембеля прилечу, сразу с кольцом. К янтарным кольцом? Все, скорее всего. Какой же янтарь, скорее? А там же люди в России вообще не разбираются. Они думают, что янтарь это, типа, вообще драгоценность дикая вообще. Ну, возможно, я сам ни разу не делаю лайфхак там. С комариком внутри будет как раз. Как бы ты описала 2020 год одним словом? Пипец. И окончание школы. Во, выпускник, получается. Поступила? Да. На кого будешь учиться, если не секрет? Я буду учиться на администратора, так скажем. Типа администратора всего? Нет, ну... Господи. Ну, я пока первый курс. Чем ты еще, может быть, увлекаешься? Что еще умеешь? Долго думать на вопросы, допустим, ты умеешь. Долго думать на вопросы? Нормально. Я не знаю. У тебя что-то произошло классно в этом году? Покончила общение со всеми плохими людьми. Думаю, моя лучшая подружка это увидит бывшая. Хочу тебе пожелать всего хорошего. Все, и гори в аду. Я просто перевожу твои слова, да? Нет, нет. Девчонки, привет, можно я один вопрос задаю? Я всех сегодня спрашиваю, как вы описали бы 2020 год одним словом? Жопа! Как можно описать 2020 год одним словом? Хороший. Хороший? Да. Вы сейчас ломали систему. А вы не из Калининграда? Нет. Ой, откуда, кстати? Из Москвы. Прилетели в пятницу и вот в это... Сильно обломались, да, что все закрыли нам? А вот знаете, мы в Светлогорске жили. Там было очень хорошо, там все открыто, прекрасно. Ой, сейчас напрягся где-то, глава Светлогорска. А, нет, до 7 часов. Нет, нет, нет. Рестораны до 7 часов, да. Бабуль на связи. Ой, здравствуйте. Откуда бабушка? У нас в России. Ну, город какой? С Саренбурга. Саренбурга, здравствуйте. Меня зовут Руслан, как зовут бабушку? Надя. Баб Надя. Смотрите, мы задаем людям один вопрос. Как можно описать 2020 год одним словом? И ваш врач карантин тебя будет. Как бы ты описал бы Новый год одним словом? Он не выходящий, 20-й год одним словом. Прибавка в семье будет. Ребенок одним словом можно описать. Ну да, ну не кошка же. Готовишься к этому как-то? Ты вот без пяти минут папа. Пока нет, сказали ничего, нельзя домой приносить. Пока ребенок не родился. Да, поэтому ты все время на улице ходишь. На улице там, в подвал. Тебя не пускают домой быстро. Дед Мороз, девушка, еще и с маской, видите. Такой вот Новый год у нас. Как можно описать уходящий 2020 год одним словом? Пандемия. Блин, это правильный ответ. А другого не случилось. Похвастайтесь. Вот конкретно какое-нибудь событие, что прям, чтобы утереть всем нос, всем грустным. У меня детей, и они все на год стали старше. Все появились в этом 2020 году? Да, еще старшего нет. Время не теряли даром на карантине, мне кажется. Нет, это было до карантина. Ну это же минималка, сколько в будущем будет, типа до сотки дойдете? Ты знаешь, если бы гарим разрешили, сотка была бы. А вам кто-то вообще запретит что-нибудь? Ну я же православный. Был бы я мусульманином, уже бы тут вот все бы и все бы песни пели. Все, спасибо, всего хорошего вам. Побольше детишек. 2020 год одним словом. Гадство. Мы просто в разных городах живем, и этот коронавирус... В каких городах? Я из Краснодара. Я из Калининграда. В Краснодаре, классно? Замечательно. Там же тепло, и куда? Зачем в холод сюда? Самое не знаю, я его уговариваю все-таки туда поехать. Просто сразу понятно, кто в паре главный. Он мне предложение сделал в 2020 году. 4 января в 4 утра. То есть он думал, сейчас как начнет этот год позитивно? Да, 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 но немножко все пошло не по плану. Свадь бы не было? Нет, не было. Еще нет, потому что коронавирус. За это время не передумает он как-то? Да, я думаю, нет. Он себе не передумал. 2020 год одним словом. Ой, я так не ругаюсь. У меня все было наоборот очень классно с работой. С кем ты работаешь? С мэмщиком. О, давай нам совет. Как нам раскрутиться быстро? Ну мы уже не можем, мы уже столько лет снимаем. Мне кажется, у вас вообще все шансы. Да, бросить это дело, да, и пойти работать фотографом. На фоне елки нам кто-то нужен обязательно. Мы как боялись этого. Как бы вы описали 2020 год одним словом? Вакханалия. Он был очень странный. Что самое странное произошло в этой жизни вот за этот год у вас? Наверное, масочный режим. Который вы, судя по всему, не очень соблюдаете. Да. Одно какое-нибудь событие классное, которое произошло в вашей жизни, вы можете прям похвастаться. Отпуск прямо перед пандемией нам так повезло. Успели вовремя уехать и приехать. Куда полетели? Вьетнам, город Нячанг. Может, это вы привезли? Не, мы успели. Мы приехали, дверь закрывали. Там не было. Как можно описать уходящий 2020 год одним словом? Цензурно. Своеобразно. Много новых событий сменила работу. Кем были и кем стали? Координатором креативного отдела. А сейчас я в другом месте координирую внешние креативные ресурсы. Давайте вот так как вы отвечаете за креатив, я задам еще раз вопрос. Вы как-то креативно на него ответите? Нет. Не получится? Не, мы второй день гуляемся, как бы уже креатив не прет. Ну вот сюда, из Калининграда. Нет. Чем цепляет вообще вас Калининград? Ну, собственно, могила и Канта. Позитивно. Мертвый философ всегда хорош. Да. В 2020 год он такой. Меня гугл спросил, как я оцениваю могилу Канта, как мне понравилось. Хочется поставить пять звезд. И сказать, что Канта молодец, прекрасно лежит. Как можно описать 20-й год уходящий одним словом? Пиздарики. Даже не надо объяснять все. Спасибо. Друзья, пишите в комментариях, как бы вы описали 2020 год одним словом. Желательно как-то аргументировать, чтобы мы хотя бы поняли, почему именно это слово выбрали. Самый оригинальный, самый веселый комментарий получит тысячу рублей. Ну, а я закончу этот выпуск тремя словами. Лайк, коммент, репост. У меня, в принципе, нет никакого новогоднего настроения, но если оно у вас есть, то вас с наступающим. Все, увидимся в 2021. Пока.